Ну что же, ребята, всем привет, с вами Накет. Сегодня 31 декабря. Именно этот день я 2019 года зарегистрировал свой канал. Пипец. Да, да, что он не думал, нафигеть. Я зарегистрировал этот канал 31 октября. Чего я сейчас сказал? 31 декабря 2019 года. Я вообще его так зарегистрировал-то. Сегодня вообще какое. Да, декабря, всё, прекрасно. Всё, 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 хорошо. Потому что я его зарегистрировал. Так, ладно, похуй. Ну что же, ребята, всем привет, с вами Накет. И перед тем, как я вам расскажу про этот год, хотелось бы, чтобы вы меня поздравили с тем, что моему каналу исполняется целых три года. Три года я на ютубе. Просто вникнитесь в эти слова. В общем, за всё это время я заснял очень много видеороликов. А если быть точным, то 50 видеоролик был 100 подписчиков, а это 61 видеоролик. Так что, ну, можно смело считать то, что вот мы прошли уже юбилей в наших видеороликах. его день рождения у нашего канала 31 декабря. Да, я зарегистрировал этот канал 31 декабря 2019 года. Так что, можно смело считать, что у него день рождения. Ну, это всё, что я хотела для вас сказать. Кстати, да, подписывайтесь на мою группу ВК. Это очень важно, потому что я туда буду упускать тонну информации, если туда подпишутся много человек. Серьёзно, просто тонну. Вы будете знать вообще обо всём, что там происходит. В общем, этот видеоролик посвящён тому, что произошло за всё это время в, как бы, нашем году, в 2021. Потому что уже завтра будет 2022 год. Я надеюсь, что вы загадали очень ценные для вас желания, потому что именно завтра они окажутся у вас под ёлкой, или просто сбудутся где-нибудь. Мои желания уже сбылись. Я хотел новый телефон, вот, пожалуйста, новый телефон, мне купили, он прекрасен. Я хотел часы, пожалуйста, вот они часы, тоже прекрасный, у меня теперь тоже есть. Также я хотел синий промокей, бон он там, поэтому скоро я буду снимать новые видеоролики, об этом буду узнать тоже очень скоро. Что же произошло за 2021 год? Скажу сразу, что этот год был довольно напряженным и сложным из-за коронавируса. Но в 2022 я уже буду надеяться, что про коронавирус немножечко все позабудут, и не нужно будет соблюдать вот эти все режимы. Мне кажется, не привыкает, потому что я всю жизнь в маске, если вы смотрите за моим каналом. Чё-то как-то мне очень жарко нужно открыть. Но это не единственное, что произошло в этот 2021 год. Происло и много хорошего, и много плохого. Допустим, вышел ФНАФ 9. Я его еще не снимал, но я попытаюсь где-то его откопать, найти, может купить, накоплю, неважно, я его буду снимать. Это вообще не обсуждается. Просто неважно, ну просто может не сейчас. В общем, неважно. Вышел ФНАФ 9, вышла новая, про хайпин, просто все ими игра Поппи Плейтайм, которая прямо сейчас запускается у меня на компе, ну качается. Так что ей там еще долго качаться, но она со стима, и вообще, скажем так, это даже внеплановый подарок от моего друга. Да, мне буквально ну, как бы друг в подарок купил мне эту игру в стиме. Я просто охренел. Я вот серьезно, я охренел. И, ну, конечно же, все уже догадались, кто это, это Блейс. В общем, большое тебе спасибо Блейс, что ты мне как бы дал этот подарок, потому что мне очень хочется в нее поиграть. Ну, паротан, сегодня, короче, не твой день, я тебя не могу на себя носить. И это только из основных игр. Также вышел Флантис 3. Это такая фан-игра, кто не знает. Она очень бомбезная получилась, прикольная. Я может только писать на свой канал засниму, но это я еще в сообществе, там, в ВК поговорю об этом. В общем, это только меньшая доля, которую я сейчас сказал, ведь выйдет еще скоро очень много всего. Да, многие проекты перенесли. Перенесли ФНАФ Плюс, перенесли там разные другие фан-игры по ФНАФу, перенесся, ну, вот, просто я в шоке, блин. ФНАФ, ФНАФ ФИМ перенесся уже, я не знаю, сколько раз, но серьезно, его снова перенесли на 22-й год. И, ну, куда я в Топересе, в общем, не важно, что мы перенесли, и это для меня сильно огорчительно. Вышел Киберпанк, которому у меня очень много вопросов. Какого хера вы так долго его переносили? А в итоге получилось какой-то залаганной гад... Вот серьезно, посмотрев на то, как это выглядит на Ютубе, я даже не смотрел особо по этому летсплею. Я посмотрел, допустим, летсплею Мармолка, чтобы чисто поугарать, посмотрел много всего, в итоге мне что-то как-то вот не понравилось, как там все выглядит, я в нее даже играть не стал. Мне кажется, я бы даже, она у меня не запустилась. Хотя, это, не знаю, что я, сколько там лагов, может, и запустилась бы. У Артема, мне кажется, она запустилась. Ну, у Blazer. В общем, все, что касается игр, я, вроде бы, рассказал. Происло очень много там всего. Трагедии, в принципе, было не так-то и много. Ну, что прям супер трагедий. Их вообще, мне кажется, не было в этом году. Год был по-особому сложен. И, в частности, это из-за ковида. Да, только вот из-за него. Потому что, ну, приходится все это соблюдать, всех заставляют делать эти чертовы прививки, все вот это вот без составляют делать, QR-коды, все дела. В общем, все сложно. Песно, насчет там фильмов, книжек, я особо, ну, как бы не фанат всей этой фигни. Поэтому тут уж судите сами. Тот, кто фанат, что там, хороший, что плохой. Можете даже в комментах написать, я бы не против почитать. Кстати, да, забыл вам сказать. Скоро у меня будет день рождения, а то бишь 12 марта. А это значит, что мне снова будут дарить подарки. И тут одна загвоздка. Я решил выбрать между чем-то крутым и чем-то реально важным, чем-то реально важное. Поэтому скоро мне накупят много всякой фигни, которые запекнув в свой компьютер. И он будет идеалить и работать. Ну, может, конечно, не действуйте, но он будет работать более-менее хорошо. Так что я смогу записать для вас много разных там видеороликов по таким сложным играм. По сути, это все, что было именно вообще везде в 2021 году. Что касается меня, у меня скорее было дофига разочарования, чем много-много радости. То, что я исчерпал из-за своего настроения буквально все, что можно, когда записывал видеоролики. И в итоге я просто на целый месяц засел куда-то там в задницу и ничего не снимал, потому что не знал, что заснять. И мне, ну, хотелось как-то по-особому вернуться. В итоге это особое возвращение должен был быть стрим. Но обо всем по порядку. В общем, как это обычно бывает, после видеороликов началась школа. Я пытался через нее протиснуть и записать хоть один видеоролик, но, чтобы я не записывал, всегда не хватало времени. Потому что мне еще наняли репетитора по математике там. И это была очень большая, очень большая просто проблема в заднице, которая мне не давала ничего. Не сказать, что после этого я, ну, ничего не сменилось по поводу математики. Я начал получать четверки. Да, реально я начал получать четверки, более-менее хорошо учиться. Хоть я все равно ленивая жопа, как и обычно. Но это дало своих плодов. И я этому очень рад. Просто рад тому, что я наконец-таки порадовал своих родителей. Их хороший мед. Также у меня была гитара. Вон тут вот, вот эта вот гитара. Вот эта вот гитара у меня была, в которой я очень много ходил, очень много все делал. Пока я наконец начал понимать, что у меня как бы уже нету очень много на канале. На тот момент я понял, что у меня нет где-то, ну, сколько? Мне 8, что ли, на канале 9? Где-то так. Я пытался снять видеоролики различные темы, но у меня ничего не получалось, потому что не хватало времени. После всего этого, наконец-таки, я понял, что, ну, как более-менее свою активность поднять на ютубе. Мы решили с тем, чем сделать трек. Который получился, кстати, довольно успешным и прикольным. Хоть он и не на все, все его оценивают как семерочка. Семерочка из десяти. Я думаю, это довольно хороший результат. Учитывая, что я там чуть ли не все голос сорвал, это было очень сложно. Так что вот такие вот дела. В общем, получилось довольно прикольно. Я поднял свою активность, а потом снова засел на месяц в какой-то заднице. И причем, вы, наверное, думаете, все же хорошо, каникулы, ты куда делся? И мы тебе готовы прямо сейчас спинать. Я вам скажу, куда я делся. И, честно, за это меня реально можно спинать, потому что, ну, как бы, мне очень сильно не хотелось ничего записывать, потому что я знал, что если я что-то запишу, это будет не очень как-то депрессивно, потому что я сейчас ничего не хотел снимать. Потом я вообще на какой-то срок попал к депрессию, все дела. Потом я наткнулся на стрим лоуфи девочки. За ней окно, там улица, кот на этом окне и приятная музыка. Я включил музыку, и где-то целую неделю я под эту музыку делал буквально все, что мог, потому что она меня реально успокаивала. В итоге у меня депрессия прошла, я немножко успокоился и понял, что у меня на канале снова нету месяц. Вот, то есть, серьезно, я выпустил клип, и меня снова нет на канале месяц. И в итоге я пришел к выводу, пока у меня не появится настроение, хоть какое-нибудь новогоднее, хоть настроение к видео, я ничего не буду снимать. В итоге появилось новогоднее настроение. Я понял, что мне нужно вернуться именно в Новый год к видеоролику, потому что именно этого я так давно ждал. Именно вот этого я так давно ждал. Так давно ждал вернуться к вам как-то торжественно, как-то хорошо. Сначала хотел вообще записать мини-фильмец, потому что я планировал то, что в моем канале все такое будет, но в итоге у меня, скорее всего, просто качество улучшится и никаких фильмов не будет. Ну, хотя несколько всего будут какие-нибудь мини-сценки. В итоге вот я тут поздравляю вас с Новым годом. По сути, ну, теперь я не заболел, все со мной было в порядке. Хотя нет, хотя нет, я припоминаю те моменты, когда реально все пошло по жопе. Потому что в какой-то момент мы сильно поссорились с родителями, да, меня посадили на домашний арест. Я очень долго на нем просидел, где-то неделю. После того, как я вышел с домашнего ареста, прошли все вот эти моменты, и как бы перед тем, как у меня появилось новогоднее настроение, я заболел. Это было не прям зимой, это было скорее ближе к зиме, то есть снег уже первый выпал, и начался уже, скажем так, первый... первые деньки зимы. И вот я заболел. Лежу такой и думаю, господи, что мне делать с подписчиками? Они ведь, наверное, думали, что я уже повесился. Вот так вот все это и прошло. В общем, я переболел, у меня получилось новогоднее настроение. В итоге, после того, как я переболел, у меня вот это новогоднее настроение появилось, мы все через вот это все прошли, я понял, что я хочу, вот прям, прям пипец, как сильно хочу записать для вас стрим. Почему сбоку, если должно быть вот так вот, Я решил записать стрим. Я оповестил на своем канале видеоролик об этом, маленький такой, его никто не посмотрел, слава богу. Потому что я его так и не сделал, этот стрим. То есть сегодня, по сути, вот грейм до этого момента, стриму должен закончиться. Или он должен был закончиться еще раньше, потому что я где-то в 15 начал уже стримить, ну, пытаться стримить. Знаете, в чем была проблема? Я бы вообще без бы постримил и все было прекрасно, если бы не одно чертово ноль. Я перед тем, как вас оповестить, проверил все на видеоролике. Я скачал кучу-кучу игр и проверил всех на видеоролике, чтобы они не лагали. Поставил нужные значения, я переохренел от того, что просто нужно было с 60 FPS до 30 немножечко понизить, этого вообще не видно. Ну, это, скажем так, общее число, так-то там побольше. В итоге я все настроил и вот, значит, я такой вас оповещаю. Захожу в OBS и понимаю, что вот это вот говно нифига не подготовлено к стриму. Я схожу на Донейшн Алёрт. Смотрю, что у меня все слетело, ведь не полностью перефигачили компьютер, чтобы он нормально работал, потому что из-за вирусов он сдох. Нет, по крайней мере, один диск сдох, его просто полностью вычищать. Произошло очень много разной херни. Я понял, что я вообще не готов к стриму. Все эти 4 часа я просто долбался над тем, чтобы хоть как-то его запустить. Сначала я понял, что мне, ну, типа, пофиг, и без донатов проживу. Мне главное чат и вы. Дальше я начал запускать стримы. После того, как я начал запускать стримы, где-то после 20 минут закрытый стрим, который я пробный проводил, он закрылся. Потом у меня начали стримы вообще полностью лагать. После того, как они начали лагать, у меня, ну, как бы, они начали слетать из-за плохой связи, хотя до этого 20 минут я как-то стримил. В общем, произошло столько ферни, у меня мозг чуть ли не взорвался. Серьезно, это я чуть ли не сдох. Я чуть ли не сдох. Я просто, вот сейчас, в данный момент, я бы тут ничего не снимал, я бы просто вот так смученный головой вот так вот лежал, если бы я не понял, что уже надо останавливаться, потому что я никак не смогу постримить. Ну и вот я такой, значит, сижу после того, как мы с Темочем попытались решить эту причину. Кстати, мы еще примерно, вот, часов четыре пытались мне в Steam войти, сделать всю эту фигню, пытались бороться с дискором, который тварь такая лагает. В общем, я, после того, как мы немножечко потусили с Артемом, пытались сыграть по сетке, попытались мне подключиться, ну, стать друзьями в этом, в Steam, потому что Steam стал каким-то говнюком и не мог меня просто подключить к Blazor, чтобы мы стали тертовыми друзьями. Мы хотим быть друзьями, почему нам не разрешают. Ну и вот, значит, сижу я такой после всего прошедшего и думаю, что мне делать? Доложим вон там крыт, скоро мне к ним садиться, праздновать, а я не знаю, что мне делать с вами. Сегодня день рождения моего канала, куча проблем, дичайший день, конечно, ведь я проснулся в 10 четвертого утра, чтобы для вас все сделать, а в итоге я не сделал ничего. Я, значит, такой тут сижу и просто решаю сделать для вас обычный видеоролик. дай день рождения, но пусть оно будет как обычно. Вот как обычный день, как обычное разговорное видео. Я считаю, что это, по крайней мере, самый лучший вариант из всех возможных, которые сейчас здесь есть. И вот, подходит к концу этот год я вас торжественно поздравляю с Новым Годом вас. С Новым Годом вас, друзья. Желаю, чтобы все ваши подарки, желания сбылись, к вам прибыли. В общем, все, что хорошее, вы же загадали, все, что хорошее с вами было, пусть продолжается, чтобы у вас в жизни все было хорошо, а не так, как у меня через задницу. Ну что могу сказать? Ну что ж, ребята, всем бай-бай и удачи. С Новым Годом вас, субтитры сделал DimaTorzok С Новым Годом вас, субтитры сделал DimaTorzok С Новым Годом вас,